Привет, друзья! Сегодня мне захотелось пойти в лес и пожарить курочку. Прям так захотелось, просто пиздец. Именно на вертеле, как раньше. Но в прошлый раз я допустил маленькую ошибку. Вертел у меня был недостаточно толстый. А здесь, как говорится, нужно чем толще, тем лучше. И в итоге курочка немножко прокручивалась. Это мешало приготовлению. В этот раз мы все исправим и сделаем по-новому. Но не только. Ради этого мы сегодня сюда пришли. У нас есть еще один интересный рецепт. Поехали! Так вот, наша курочка уже вся готовенькая. К тому, чтобы ее поджарить. И вот такой толстый у нас теперь вертел. Он примерно на треть толще, чем был. Еле влез, если честно, в курицу. Но зато теперь она у нас не проворачивается. Что очень хорошо. Ну что, берем нашу... Ох, как она тяжелая. Блин, где-то примерно 1,8 кг. 1,8 кг. Это наша курица. Отлепляйся давай от этого. Пакета мне. Поехали. Ох, вот это дура. Тихо. Ох. Так, ставим ее сюда. Так. Во! Вообще ништяк. Пошла жара, пошла жара, ребята, курицка. Как видите, курица не прокручивается. Все у нас хорошо. Трение у нас отличное. Вот видите, нифига не крутится. Не прокручивается. Это замечательно. Жар у нас уже большой. Угли у нас конкретные. После того, как мы пожарим курицу, я, естественно, все это съем. Но не все, а у меня останется огромная большая грудка. И эту грудку, очистив от кожи, от всего, я срежу все мясо. Насадим опять на шампур. Только не на такой, конечно, огромный. И будем жарить. Будем поджаривать, как на гриле. Все знают шаурму. Но там электрический тен крутится. А здесь у нас будет натуральный, как говорится, продукт. То есть то, что поджаривается, мы тонким слоем будем срезать. Потом опять будет поджариваться, опять будем срезать. И в итоге у нас получится куча мяса для шаурмы. И дома сделаем шаурму. Погода сегодня просто замечательная. 1-2 метра в секунду ветер. Осадков вообще сегодня не обещают. И примерно где-то 11 градусов тепла днем. Ох, то есть идеальная погода. Сейчас я пока все разжигал. Пока там делал новый вот этот вертел большой. Пока все это, все это, все это херню. Только сейчас перевел дух. Так что, давайте дяпнем. Пивосико. Тихо. Опа. Ну, друзья, это прекрасный день. Ничего себе. А пивок прям как из холодильника. Прям реально ледяное. Ну, я такое люблю. Грибов так и не нашел. Какие-то поганки гребаные тоже нашел. Ну, может быть, они в октябре пойдут. Октябрь, наверное. В принципе, грибы идут вплоть до ноября. Должны. И хотел бы сегодня с вами поговорить про ножи. Есть для меня лично, ну, как бы, три вида ножей. Первый нож, это лесной нож, это тот, с которым ты ходишь в лес, с которым ты можешь вскрыть консервную банку, порезать колбаску. Ну, всякие хозяйственные нужды. Второй нож, это маленькие, маленькие, разные ножи, совсем мелкие. Вот такие вот ножи, они для мелкой работы, тонкой работы. И третий вид ножей, это ножи, как говорится, выживания, как некоторые говорят. Это такие мощные тесаки, реально. Они бывают короткие, они бывают длинные, ну, разные. Но их отличает то, что у них сталь там от 4 миллиметров толщина и выше. Они очень мощные, очень крепкие. Закалка там идет вплоть до 59-60 по Рокфеллу. В общем, плюс там идут в комплекте всякие огнивы, точилки, херилки и хуй знает еще чего. Я вам хочу сказать, что сам термин «ножи выживания», он не подходит, то есть он неправильный в принципе. То есть я согласен, что можно так назвать какой-то нож, нож выживания. Но он только не те ножи, которые сейчас продают. Сейчас объясню, в чем проблема. Я считаю, что сам этот термин нельзя применять к этим ножам. Эти все ножи, которые сейчас продаются под видом ножи выживания, они должны называться «нож повышенной функциональности». Но никак не нож выживания. Сейчас объясню. То есть когда вы идете в лес, даже если вы идете в какие-то жесткие условия, вы не идете выживать. Вы идете проводить время. Как его проводить, вы уже решаете сами. Но выживать-то вы не выживаете. Выживает тот человек, который шел-шел по лесу, заблудился и понял, что он, сука, не может выйти. И уже вечер, и уже темно, или уже темнеет, или холодно, а он замерзает. А у него нет ни хера. И он понимает, что вот сейчас как раз и начнется выживание. Вот это и есть выживание. Нормальный человек выживать сам по себе не будет. Ну на хера ему выживать, блядь, идти и выживать. Это идиотизм. В итоге из этого следует, что когда человек попадает в такую ситуацию, когда ему нужно выживать, а у него ножа нету, то тут встает такая необходимость сделать этот самый нож. Из подручных материалов. Из консервной банки, из стекла, из камня, из всего чего угодно. И вот когда он сделает этот нож, вот только тогда, этот вот, именно этот нож, который он сделал из подручных материалов, из говна, именно он и будет называться ножом выживания. Потому что он с ним будет выживать. Все. Понимаете? Ну и ладно, с термином разобрались. Давайте теперь перейдем к тому, сами ножи и функциональности их. Это реальные инструменты. Если он хороший. Это пиздец, какой инструмент. Вот такое ощущение, что ты в руках держишь топор. Ну только маленький. Или ты в руках держишь какую-то стамеску такую, ебать. Которую ты можешь, блядь, хуярить и хуярить. Тебе похуй. Ты не боишься попортить его внешний вид. Вот допустим, вот этот мой нож. Это волк, да? Он красивый. Здесь сталь обычная, стандартная. 65Х13. Он тоже неплохо держит эту заточку. Он очень харизматичный. Мне он нравится именно вот, чтобы порезать колбаску, заточить палочку, там все дела. Но это никак, ни в коем случае, никакой не нож выживания. По хардкору, по хардкору сталь здесь более мягкая. Естественно, если начну блядь хуярить дрова им, он очень быстро затупится. И как-то его жалко. Ну, как-то он блестящий, красивый. Ручка красивая. А вот ножи, вот эти вот узкоспециализированные, повышенные функциональности, они-то как раз, они выглядят так, что их не жалко. Ну, не то, что не жалко, а ты знаешь, что с ними ни хуярена не произойдет. С ними ни хуярена не произойдет. И ты просто им не хуяришь, как инструментом. Но с другой стороны пропадает вот это ощущение, атмосфера пропадает. О, курицу надо перевернуть. Как я говорил, курица, она как женщина. Если за ней не следить, она постоянно надо за ней ухаживать, следить, поворачивать, переворачивать. Иначе она просто перегорит, сгорит и будет уже невкусная. О, хорошая аналогия. Еще главный недостаток этих ножей, таких расширенных функционалов, как я это называю, тем, что они очень тяжелые. Блядь, я пиздец. Я не думал, что они такие тяжелые. Вот, кстати, в прошлом вот видео вы можете посмотреть, это как раз вот один из ножей выживания. Мощный такой тесак, очень тяжелый, ножны пиздец какие тяжелые. Я не стал даже делать на него какой-то обзор, но если хотите, могу сделать. Это уж там, пишите в комментариях. Дело в том, что я раньше не задумывался о том, что, блядь, тяжелый, не тяжелый, мне было похуй. Сейчас я стал об этом задумываться, потому что вот этот вот висит, я вообще про него забываю, что он висит. Вообще он мне не мешает никак. Тот висит, блин, я его уже на пояс повесил, потому что здесь просто невозможно, он плечо оттягивает. Я его уже на пояс повесил, ну, сука, постоянно, он, блядь, сука, мешает. Вот, плюс напихано там всякого говна, которое нахуй не нужно. Вот просто нахуй не нужно. И опять же, только утяжеляет конструкцию. Точилка та же самая, туда запихано. Точить нужно, ну, нахуя, если у него и так твердость такая, что затопится он, дай бог, блядь, и нескоро, и пиздец, блядь, как нескоро. Даже если ты будешь дрова, дрова хуярит каждый день. Опять же, стропорез. Стропорез, нахуя он там нужен? Блядь, вот, это вот стропорезы, да, веревки резать, но он, блин, здесь, на ножнах. Это что, надо будет снимать его постоянно, чтобы что-то разрезать. Да я легче просто вытащу нож и все, и разрежу, быстрее, чем один стропорез. А самая хуйня с этим стропорезом тем, что он цепляется постоянно за все подряд. Он цепляется за полурубашки, за полуодежки, за полукуртки и тупо их режет. А в экстремальной ситуации у тебя нож где? У тебя нож, блядь, или здесь, или здесь, и ты в итоге как-то им разрежешься. Тебе легче просто вытащить нож, блядь, и разрезать стропы, или там ремень безопасности в автомобиле. Это намного проще, чем эти, блин, стропорезы долбанные. Если уж стропорез, нужно его делать отдельным инструментом, они продаются отдельно. Он висит где-нибудь здесь, здесь, и ты его быстро выхватил и перерезал. Все. На ножнах это вообще хуйня полная. Я заметил здесь одну фигню, когда жаришь курицу, именно на вертеле. Такое вот, знаете, дикое ощущение дикаря, как в старые времена, еще там, ледниковый период, я не знаю. Вот ты как будто, знаете, дичь жаришь на вертеле. Это круто. Кстати, вот костер, я мангал убрал, вон он там, под лавку его убрал, до случая. Но от костра намного больше, конечно, жара, намного больше. То есть ты стоишь там, вот я вот здесь костер, но там лавка, я на лавке сижу и то ощущаю тепло от этого костра. Так что костер не заменить ничем. Так же, как топор не заменить ничем. Да, друзья, игры еще будут, конечно же, будут. Потому что в основном это у меня игровой канал, и никуда от этого не деться. Ну, просто сейчас такой период. Мы еще вернемся, будем еще играть, будем стримить. Все еще у нас будет. Надеюсь. Просто как-то, понимаете, тоже... Я давно уже, да, хотел расширить канал. И очень хорошо, что, в принципе, может быть и хорошо, что так получилось. Ну, со всей этой ситуацией. И я стал снимать по другим темам. И это хорошо. Хорошо, что вы со мной. Спасибо вам большое, потому что это очень для меня важно. Это мое хобби. Как здесь тоже, блин, пришло письмо на почтовый ящик. Предлагали продать канал, блядь. Ну, я загуглил, посмотрел. Такие каналы, как мой, там, 5-6 тысяч, 7 тысяч подписчиков. В общем, до 10 тысяч подписчиков, они стоят копейки, блядь. Я не знаю, какой смысл вообще продавать, и какой смысл вообще предлагать даже, блядь, такое. Ну, естественно, я послал нахуй, сказал, мне в жопу, блядь. Это для меня, типа, хобби. Я, конечно, не посылал никого, я это так, образно говорю. Но это действительно для меня такая душа. Самовыражение, что ли. Мне это нравится. Приятно. Ну, и, в общем, останется для истории. И делиться с людьми какими-то мыслями, это всегда приятно. Так, что игры еще будут. Разный может быть. Так что, братва, на этом канале может быть вообще все, что угодно. Вообще все, что угодно. Может быть, даже сюрпризы какие-то. Все зависит от финансов, понимаете. Задумок дохуища просто, блядь. Просто как только фантазия разыгрывается, понимаешь, что по финансам не тянешь ни хуя. А делать по дешману, блядь, хуйня получится. Ну, и в итоге, думаешь, как дальше. О, курочка у нас готова. Курочка, дай бог каждому. Конечно, тяжело ее делать. Мы с шампура ее снимать не будем с этого. Потому что я решил потом на нем же блины херачить, а потом срезать мясо. А сейчас мы зажжем нашу замечательную курицу. Ох ты ж, мать. Красота страшной силы. Вот это вещь. Посмотрите на это. Вот это класс. Так, тряпочку, чтобы не спатькаться обязательно. А то она жирная, блин. Издец. Ну-ка. Вот так вот можно сделать. Как английские лорды, епта. Чем мы хуже, мазафака? Не. Да ничем, епта. О, как она. Ух ты. Ух ты. Ну что, вперед, как я ждал этого момента. Черт. Братва, это стоит всех мучений. Реально трудно, очень трудно ее сделать. Постоянно бегать, переворачивать, крутить ее туда-сюда. За пламенем следить. Но это того стоит, братва. Это, блин, того стоит. Как проверить, сделала с курцией или нет. Протыкаете вот тут ножом. Кровь не идет. Снимаете. А дальше все зависит от того, насколько вам нравится именно прожаристая. То есть кому-то более сухая нравится, то вы держите дольше на более медленном огне. А кому-то, как мне, более такая вот жиристая. Это уж на любителя. Ой, невероятный кайф. Всем советую. Всем советую. Класс. Теперь, когда осталась одна грудка, мы опять вешаем ее на костер и ждем, когда верхний слой поджарится. А потом его срезаем. И так пока все не кончится и не нарежется такая нарезка для шаурмы. Вот у нас поджарилось сверху. Теперь вот этот верхний слой срезаем аккуратненько. О, тяжелый, блин. И вот так вот аккуратно срезаем. Чуть-чуть места еще задеваем. Срезаем именно поджаристую, с легким запасом. И заново ставим. И опять поджаривается, опять срезаем. Вот такая получается стружка. Потом домой приходишь, еще режешь вот так вот, шинкуешь. И круглый лаваш. И делаешь шаурму. Там уже начинка как хочешь. Там помидорчики, огурчики, капусточка, все дела. Ах, чем мы хуже? Ага. Ну вот, друзья, все, сделал. Это, конечно, очень тяжело два блюда делать. То есть курицу я жарил, блин, целый час. Потом еще жарил вторую курицу, ну, в смысле, грузку, которую от нее осталось, нарезал, стругал. И тоже, блин, ушел, наверное, час, блин, с копейками. Тяжело, но я думаю, на того стоит. Во-первых, курица была очень вкусная. Во-вторых, сейчас домой приду, шаурму захерачил. Вообще шикардос. Хорошо, круто. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи.